Александра Трусова ответила, почему ей всегда нравилось мужское фигурное катание. О параллельных прыжках вместе с Юдзуруханем и Нейтаном Ченом. А также о своих переживаниях за Марка Кондратюка. Я всегда следила за мужским катанием. Очень интересно смотреть на сложные программы. В 13 лет я отобралась на юниорский финал Гран-при. Там в один день сразу после нашей тренировки были тренировки взрослых мужчин. Естественно, там были Нейтан Чен и Юдзуруханем. Я уговорила девочек остаться и посмотреть на их тренировку. Это было настолько круто, незабываемое впечатление. Огромное количество четвертных прыжков. С Ханью мы прыгали параллельно четвертной тулуп на скейт Кеннеда. Я просто подошла к ним и предложила вместе прыгнуть. Он сразу же все понял, тут же согласился. Юдзуру очень любит фигурное катание. Он прям фанат своего дела. На этих соревнованиях я не смогла посмотреть выступления Хани. Зато видела его номер, когда шли показательные. Обычно фигуристы упрощают контент, но только не Юдзуруханя. И вот он вышел на лед. Встал в начальную позу, заиграла музыка и... Стоило ему только повернуть голову, как все трибуны ледового дворца взорвались овациями и криками. Я видела его после номера и мне показалось, он устал больше, чем на старте турнира. Он оставил всего себя на льду. Люди это чувствуют. За это они и любят его. Восхищаются им. Легенда. На чемпионате мира в Стокгольме я узнала расписание тренировок мужчин. Выбрала, кого я хочу посмотреть и пошла в свое свободное время. Мне очень понравилось в целом наблюдать за тренировками одиночников. Но в этот раз я уже отмечала для себя некоторые моменты, которые мне могут помочь делать столько же четвертных. На этом чемпионате мира женщины выступали перед мужчинами. Поэтому на следующий день я пошла смотреть произвольную программу мужчин. Конечно же впечатлил меня Нейтан Чен, исполнивший 5 четвертных. У меня на тренировках получалось сделать 5 четвертных, а вот на соревнованиях, к сожалению, нет. Честно говоря, я всегда болела за Нейтана и равнялась на него. И он в интервью часто говорил что-то про меня. Я даже спрашивала его совета, как прыгнуть 5 четвертных именно на соревнованиях. Он подсказывал. На показательном Стокгольме я попросила нашу федерацию фигурного катания разрешить мне выйти на репетицию, где был Чен. И предложила ему прыгнуть в параллельный четверной лут. Он согласился. Я очень рада, что Нейтан выиграл олимпиаду. С большим удовольствием поздравила его. Это был восторг. На следующий день после произвольной программы у нас были тренировки показателей выступлений. Группы были отдельно женщины, отдельно мужчины. Я подходила к организаторам и просила пустить меня на тренировку мужскую группу. Увы, мне не разрешили. Я расстроилась и пошла просто смотреть сидя на бортики. Все меня приветствовали и звали на лед. Также после произвольной олимпиаде мне показали видео, которое записывали до проката. Там Нейтан говорит, что я его друг и он будет болеть только за меня. Мне было очень приятно. И на показательных он поздравил меня с исполнением 5 четвертных прыжков в программе на самом важном старте для любого спортсмена. Что касается нашего русского катания, я всегда болела за всех русских. На олимпиаде в команднике переживала замарка. Потому что представляла, какая ответственность на нем лежит. На мой взгляд, самая большая среди всех участников. Ему вообще нельзя было ошибаться. Рада, что он справился. В личном турнире я поддерживаю всех ребят, считая, что сейчас наше мужское фигурное катание на подъеме. Многие ребята вставляют по 3-4 четвертных программы. От этого соревнования становится только зрелищно и интереснее. Мне всегда было интересно смотреть мужское одиночное катание. Много сложных элементов, адреналин, напряжение на протяжении всей программы. И всегда интрига в то справиться с эмоциями, выдержать физически, дойдет до конца. Меня это восхищало и восхищает до сих пор. Однако с недавних пор я болею, переживая только за одного спортсмена в фигурном катании. Хочу, чтобы у него все всегда получилось. Для меня он самый лучший.